Сияние. Сегодня у нас в первой части выступает замечательная поэт. Поэтессы слова не очень люблю. Нравится? Ну, может быть. Ну, ладно, я говорю. Ладно, поэт. Она по себя называет, как хочет. Человек, её творчество очень интересно, оно какое-то вот лирическое, душевное. Даже вот объяснить, и лирика, и жизненно-душевное, вот так вот скажем, жизненно-душевное. А когда читаешь, погружаешься в какой-то такой философский мир, много смотришь на вещи, на те вещи, к которым мы привыкли, немножечко по-другому. Очень интересно, и думаешь, а как же я раньше до этого-то не додумалась. А вот Инесса у нас додумалась. И очень интересные стихи. Их вот погружаешься, и как в воде плывёшь, плывёшь, и они тебя обволакивают, обволакивают, а иногда рыбка проплывёт, так тебя хвостом вот дарит в конце, что думаешь, ой-ой-ой. Так что слушаем. Главное не утонуть. Да, вот главное не утонуть. Она возвращает к жизни нас, к любви, к жизни, к любви к жизни. Да. Вот. Слушаем, наслаждаемся. Инесса, вперёд. Вперёд, мой хороший. Спасибо, Лена. Друзья, у нас сегодня с вами будет разговор, конечно, о жизни, да, немножко о любви и очень много о поэзии, поскольку вечер, называется, в поэзии «Есть право на попытку», вот, будет сегодня такая попытка, поскольку в творческой лаборатории «Северное сияние», вот, и здесь тоже важен рост и важен разговор о творчестве. А начну я с двух слов о литературном объединении имени Короленко, где я являюсь сейчас руководителем, куда я пришла тому назад 10 лет и, в общем, стала там поэтом, если так или не нравится меня называть, хотя я не против имени поэтесса, но об этом разговор впереди. И начну я с песни, песни, посвящённой литературному объединению имени Короленко. Ну, это моя перепимочка такая, она известная на муне, у тебя из фильма «Доживём до понедельника». Автор музыки Молчанова, слова мои. Журавлиная песня. Может быть, пора угомониться, Но я грешным делом не хочу. Журавлём взлетела я синицу, На земле оставил, ищу Я у короленко вдохновенья, И порой, не скрой, нахожу Чуточку таланта плюс терпенье И шедевр нетленный вам сложу. Публика, кто плачет, кто смеётся, Кто в душе завидует слегка, А седой учитель улыбнётся. Слава небу с нами он пока, Да, пребудут с нами боль и сила, Проза и поэзия твоя, Долго песню я в себе носила, И для вас звучит она, друзья. Вы же мне скорее её подпойте, Пусть литон на целый свет гремит, Голос в унисон гитары стройте, Журавлины стану ждать летит, Голос в унисон гитары стройте, Журавлины стану ждать летит. Теперь я на некоторое время отключу гитару И перейдём к стихам. Принято начинать с краткой автобиографии, Ну, скажем так, я физик и лирик, По образованию технарь, По душевному складу романтик, Но, однако, вот, с моей точки зрения, Техническое образование вообще даёт Такую ясную, хорошую картину мира. Поэтому у меня много философской лирики, Но начну я не с неё, А всё-таки со стихов о себе. И вот пусть они обо мне скажут, Ну, что я могу себе сказать, Что вот анкетные данные, да, Муж, двое детей, Основное занятие поэзии, Я там у хозяйка. Вот, а всё остальное обо мне скажут мои стихи. И вот стихотворение, Которое дало название первой моей книги, Дау по-русски. Ну, Дау, наверное, все знают, Оно сейчас широко употребляется в художественной литературе. Это слово как жизненный путь, Некоторый набор ценностей, да, Как опыт проживания этого мира. Дау по-русски. Дороги выбирают нас, Не мы их, как учили в школе. Путь к дому, в храм или на Парнас, Явить отказ не в нашей воле. Да и сами люди, все дороги, Прости их, стоит жизнь прожить. Одни, что зимы, стройны, строги, Другие, как весной, любить. А мне достались сразу все. Тропинки, тракты, рельсы, реки, И ветер скоростных шоссе, И синие озёр. Карельских веки. Бывало, угадаю в них, Того, кто всех дороже станет, Учитель, друг, сестра, жених, Но вновь за встречей расставали. Вскрещение истинных путей Не отменяет параллельность. Идти дорогами людей, Навеки сохранить им верность. И по моей душе живой Легли дороги, семьюстами. Нет, не прощаюсь ни с одной, А рано назову стихами. Можно между стихотворениями Не аплодировать, Я буду делать паузы, В которых можно, Дежду разделами можно поаплодировать. Такое шуточное ещё стихотворение о себе Для тех, кто, может быть, Сейчас смотрит трансляцию, Видит меня впервые, Но, а вы здесь тоже не все знакомы, Алиса, но и для тех, Кто знаком со мной, хорошо, тоже, да. Такое шуточное стихотворение Называется, ну, не важно, По первой строке. Называется Я буду красивую в весе любом. Я буду красивую в весе любом. Кто в спину кидает толстуха, Средь юрких худышек пусть ищет любовь. Улыбка от уха до уха. Когда рассекаю всем ценькер взвесь, От слова туман, а не взвесить, Московского воздуха слышу с небес. Ты супер-монархиня в пьесе, Что жизнью зовется. Весомость не трать. На тех, кто вовет не оценит. Талант твой душу. Кончай горевать. А лишнее жизнь и отмени. Хочу сказать, Себе я сказала, да, немножко, О своем поколении. У меня есть такой цикл стихов, Называется «Мы». Это поколение, Ну, сейчас уже можно сказать, Может, к старшим относящиеся, Пятидесяти, пятидесяти, пятишестидесяти летних. Вот хочу сказать, Непростая судьба у нас. Ну, у кого на России простая, Но, тем не менее. Юность пришлась на перестройку, Молодость на лихие девяностые, Целелость на сытые двухтысячные. Вот. И то, что сейчас мы. Век пейджеров и аквалангов. Кендиров, о-о-о, афер. Седлали байки и мустангов, Рожденные в СССР. Ловили кайф от киношлага, Английским пичкали детей. Толк знали в браке и вне брака, В любовных позах всех мастей. Дорогу к храму протарили, И отче наш порой шептал, Души прекраснейшим порыве, Единорос и либерал. Бывало ветра нас сминали, И доходило до черты, По правде ложь предпочитали, Чтоб верилось сильнее в мечты. Все безнадежнее и злее Объятья предстоящей тьмы. Мир станет чуточку беднее, Когда его покинем мы. Хочу сказать, Вот моя песня была об учителях, Которую я спела, Там был седой учитель, Улыбнется, Имел в виду и старших товарищей по литову, И вот того учителя, Который выше над всеми нами. Отдельное слово хочу сказать О подругах, О своих подругах по литову королинку, Поэтессах, О своих подругах по женскому клубу На фестивале, Где я тоже являюсь членом, Вот сегодня в зале сидит Замечательная староста Его Ексерина Ивановна Сергеева. О работниках библиотеки, Которые всегда поддерживают И дают возможность творить В этом культурном пространстве. И вот такое стихотворение, Оно называется «Подруга». Спасибо, мои дорогие подруги, За ваши сердца И за верные руки, За то, что не спросите лишнего, За то, что не бросите из-за молвы, И за красоту, Что спасает мир, к счастью, За вашу ранимость и силу, участие, За честное, но не обидное слово, За то, что мужчину подрите другого, За рубль, перекваченный мной до зарплаты, И то, что вы души не прячете в латы, Когда я на вашем рыдаю плече, За лучший на свете трактат о борще, И что не горите меня за дела, Желаю любви и отсутствия славы. Можно поаплодировать? Спасибо. Теперь я хочу поговорить немножко о творчестве. Да, мы знаем, что есть много видов искусства. Вот Лев Толстой, мой кумир, Считал высшим видом музыку. Ну, немножечко я к ней имею отношение. Да, изобразительное искусство, Театр, писательство. Поэзия работает со словом, Как концентратом смысла, Метафоры, образа. И вот русский язык – это то молоко, Которое питает нас всех. Он очень богат и позволяет нам творить, И рифмы подбирать. И здесь я прочту стихотворение, Которое дало название моей второй днике стихов. Я узнаю поэта по строке. Я узнаю поэта по строке. Пускай сам текст и слабый, как малыш, Когда без рифм и правил на легке Ты в небесах метафорой паришь. Я узнаю мужчину по руке, Протянутый, чтоб встала я с колен. Упала, так об этом пустяке забудь. Изи дорогой перемен. Я друга узнаю по огонькам в глазах, Когда ко мне пришел успех. И пусть он не достался вместе нам, Друг будет в этот миг. Счастливей всех, любимого узнаю. По щеке и нежной, и колючей в одночас, Где под меня он ни был вдалеке, Господь и в случай повенчают нас. А смерть узнаю, Что за мной придет. Поэт сказал всему свой в мире срок, И хоть опять попала в переплет, Пусть не финал-то будет, а урок. Строка — то вектор, Что задал Господь. Она как цель сияет вдалеке, Она есть шанс судьбу перебороть. Я узнаю поэта по строке. Ну, стихотворение, которое дало название этому вечеру, В поэзии есть право на попытку. Хочу сказать, что таких попыток Может быть неограниченное количество, Приближений, И мы все работаем над стихом, Это пропотливая работа, И порой возвращаешься к своим стихам, И спустя пять, и шесть, и десять лет, И что-то в них правишь. Главное — выразить себя. В поэзии есть право на попытку. В поэзии есть право на попытку, На рифму, запятую, оборот. Кому оно блаженство дни и пытка, А кто-то из стихов тулуп сошьет. Учтет, подкрасит здесь и там подмаслят, На стих бесстыдных глянец навезет он В ожидании премии и авансов. Лишь истинным поэтам не долет. Поэзия и целью быть и средством Способна для влюбленного в нее. Стать может и наградой, и наследством, А может приманить и воронье. Оно кружится над поэтом, Часто и обрывает жизнь на вираже. Но ты не скажешь нет такому счастью, Ни за какие пряники уже. Играть со словом, мыслью и мотивом, И звуки, как монетки, подбирать, Пока ты можешь и пока мы живы. Певучего стиха святая рать Биографы найдут и расшифруют, Кто адресатом лирике служил. Но те, что от рождения и рифмуют, Их, кажется, Всевышний возлюбил. Здесь вот такое упоминание, Что я сказала, что поэт не ищет премии авансов. Но это немножечко я поклевила душой. Приятно, когда получаешь награду. У меня много дипломов Там за различные конкурсы. Но вот в этом году я стала Участником конкурса городская творческая мастерская Со своим проектом Московский актер. Собрала все свои стихи о музыке. Музыканты, у меня их много. Я сама музицирую, так сказать, приближенно. Клазическую музыку я не только очень люблю. И вот одно стихотворение из этого цикла Называется «Первая скрипка». Оно, в общем, тоже не только о музыке, Оно вообще о творчестве. Как хорошо быть первым скрипачом. Убить все детство на уроки, ноты, Идти к своей вершине на пролом, Когда иные по боку заботы Есть лишь учитель, инструмент, и ты, Неловко хлюпающий тонким носом. Стезя не будет больше простоты, Ответов нет, Вся музыка — вопросы. Как здорово не зваться новичком, Знать слушателей, как своих пять пальцев, С зажатым в них сияющим смычком, Для здешних выступать, И иностранцев. Как классно сбыться первой скрипкой, Пусть в шалмане или в маленьком оркестре, И душу Моцартом зажечье плоть, Что служит дополнением лишь в реестре. Господь, каприз и скрипочка твоя Не самая-то, к слову, дорогая, Но звуки вызвать из небытия Она способна, Тлен превозмогая. В игре все кроме пауз нипочем, А струны — провода в высоковольтке. Как хорошо быть просто скрипачом, А одной судьбой увольте. Здесь я рассречь зашла о музыке. Сейчас мы споем с Виталием Новиковым, Моим любимым композитором. Вот у кого-то Моцарт, Любимый композитор, У кого-то Бах, А мой любимый композитор — Это Виталий Новиков. Он просто фонтанирует песнями На стихи известных, неизвестных поэтов, друзей. И вот мне очень приятно, Что они с Леночкой сочинили, Виталий сочинил, Они спели песню, Потом я сама ее перепела Под компнимент Виталика, Которая называется «Моя душа — струна». Здесь речь немножечко поясню. Идет о четвертой струне гитары. Она самая уязвимая. Она чаще всего льется. И в оригинале назывался это стихотворение «Четвертая струна». Но песня называется «Моя душа — струна». Танечка, жду твоего сигнала. 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 Моя душа болит, моя душа больна, И в унисон звенит протёртая струна. Протёртая струна, четвёртая струна, Чтоб жизнь мою пропеть гитару не нужна. Протёртая струна, четвёртая струна, Чтоб жизнь мою пропеть гитару не нужна. На что же я годна, кому же я нужна, Когда сама и есть четвёртая струна. Кому же я нужна, на что же я годна, Когда сама и есть четвёртая струна. Как-то у нас всё идёт быстрее, чем я наметила. У меня уже, в общем, половина списка, галочка. Но неважно. Ещё хочу поговорить о таком явлении, Как любительская поэзия, Но я уже сказала несколько слов, И женская поэзия. Существует ли деление на мужскую, женскую поэзию, Поэт-поэтесса? Всё это очень спорный вопрос. У меня есть цикл, посвящённый русским поэтессам. Там пять поэтесс. Это Марина Цветаева, Анна Ахматова, Вероника Тушнова, Белла Ахмадулина, И... Франдоричка, как я забыла. Юлия Друнина. Юлия Друнина, спасибо даже. Вот, но я сейчас не буду его читать. Я прочту своё стихотворение, Которое называется «Женский стих». Женский стих, медленный пряный, Он язычен, он и тих, То в нём радости, то раны. Женский стих. В нём природные напевы и любовная тоска, Вдохновенные вечно девы, Чувственного голоска. Он и есть от слова чувства, То он нежен, то он лих, Примесловным искусством. Женский стих. Пишешь, значит, окончание Опостылой немоты Со своей судьбой венчанием. Если поэтесса ты Или вы поэты оба, На концерте зал притих, Отступают грусть и злоба. Женский стих. Раз зашла речь о женской поэзии, Прошу ещё моих друзей Алексея, Елену, Алексей Пронин, Елену Суклопу Испомнить песню на мои стихи «Молитва женщины». «Молитва женщины» «Молитва женщины», «Молитва женщины». Испомнить песню на мои стихи ПЕСНЯ Воздастся за все треугольники, за молодость и красоту. За то, чем грешили поклонники, за детскую эту мечту. Остаться жива, божественной Лариса, Сеси, Натали. Всегда умирает женщина на сцене бессмертной любви. Всегда умирает женщина на сцене бессмертной любви. Порой из власти от боли вся, в душе догорели огни. И все же мы, мучаясь, молимся, спаси его и сохрани. За белое имя спасения, за темное имя любви. Прощаются все прегрешения и все преступления твои. Прощаются все прегрешения и все преступления твои. Браво! Спасибо большое, Несса. Это стихотворение вот сразу родилось с музыкой. То есть при прочтении я сразу услышала музыку. Я надеюсь, что я услышала ту музыку, которая была заложена в стихотворении. Спасибо. Ну, раз речь, вот нет, еще чуть-чуть скажу вот об этом стихотворении, вот про попытки. Почему в поэзии есть право на попытку? Вот это стихотворение, оно было изначально короче. Оно заканчивалось тем, что всегда погибает женщина на сцене бессмертной любви. Ну, здесь я имела в виду в основном литературных героинь, да, Анну Каренину, Эмму Бавари, там вот Сесилис, французская роман, уже не помню чего. Вот, но оно как-то людей вот очень тронуло. И мне одна поэтесса, хорошая знакомая, вот придумала еще строчку. И все же, маму, честь молимся, спаси его и сохрани. Я ее добавила. И еще одна подруга младшая мне сказала, ой, а мне вот так напомнила вот это стихотворение, стихотворение Адамовича Георгия. И оттуда выдала вот этот последний Катрен за белое имя спасения. Это не мои стихи, это цитаты из прекрасного поэта Серебряного Олега Георгия Адамовича. Ну вот сложилась коллективными усилиями такая песня, и Леночка придумала на нее музыку, Алексей сделал аранжировку. Вот результат. Ну, а раз у нас пошел разговор о любви, вот, то давайте чуть-чуть любовное берегу. Мы затронем, но если поскольку в зале находится сейчас мой дорогой супруг, вот, как всегда в последнем ряду сидит, там на телефончике что-то тыкает, но и на меня посматривает. Вот, то я буду читать сегодня стихи, посвященные только. Только я буду рассказать. Другие адресаты, мимо, 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 мимо. Вот. Такое стихотворение сейчас. Я не могу попасться, вдруг я забуду, я... Ну, пока... Да. Женщины счастливы, жилить не ждут, и от мужчин надеются. Да. Ах, не подготовилась, не подготовилась. Сейчас. Я тоже, но... Дмитрий, ты никогда не станешь мужем бабушки. Пусть и дождемся внуков мы с тобой. Как те старушки, я пеку оладушки. Но быть поэтом, заданной судьбой. Ты засыпаешь у меня наите. Проснулся, я на ковне хлопочу. Сейчас строчу и сделала открытие. Мой биоритм подобен сам врачу. Сердечко в попыхах на цедно трудится, но ясно. Стресс, однако, молодит. Для мужика та лучшая есть спутница, Чьи тело и душа не пункт обид, А инструмент любви и вдохновения. На этом бы закончить стих, но нет. Еще для вас готово откровение. Я не хочу, чтобы стал супруг мой, дед. Нет, установка точно не такая. Ведь получила 30 лет назад мужья не молодого шалопая, А мачо, как в народе говорят. Заботливого, верного, проверю. Завидуйте, подруги и друзья. А то, что нрав его подобен свелю, То умягчить его моя стезя. И сейчас песня о любви, В которой, как ни странно, Я являюсь не автором стихов, А автором музыки. А кто же автор стихов? Автор стихов БТС Елена Мартынюк. Она меня очень просила сочинить. Она участвует регулярно В конкурсе «Романсиада» Есть такой постоянно действующий конкурс, Фестиваль. Пишут романсы. Вот, пишут, вернее, стихи для романсов, А музыку ей подбирают. Вот я подобрала музыку на ее стихи. «Две души». Моя душа в твоей осталась, Твоя в моей, и это так. Твоя весь мир, моя лишь малость, Лишь сплет в дыхании пустяк. Одна в одной едва осталась, Как незнакомые друзья. Уже давно на век расстались Еще родные ты и я. Когда меня, увы, не будет, То даже легкий взмах крыла Души моей в себе разбудит. Желание вспомнить, что была. Я плоток пора твердых берег, Надежный я, горе и моя. Поможет жить оно и верю, Что будет так, что будет так. Моя душа в твоей осталась. Ну, и сейчас, наконец, пришло время Для песни моего собственного сочинения, Где я являюсь автором стихов и музыки. Ну, музыки, это шикарно сказано, Я подбираю на аккордах, Я не могу, к сожалению, ее записать нотами, Но, тем не менее, я ее спела В этом году на другом фестивале. Не романсиада, а, я вот ошиблась, Лена Мартынёк участвует в романсиаде, А я участвовала в фестивале очарований. Мне дали диплом, я радовалась, как ребенок. Что я теперь дипломирована, И не только поэт, я с членом Профессионального союза писателей России, А теперь я дипломированный бард. Больше я туда не ходила, Но вот этим дипломом очень горжусь. А песня называется «Майские аллеи». Она о Москве, и она тоже, в общем, В конкурсе одном прозвучала в этом году уже. Я стала в нем финалистом с этой песней. «Майские аллеи». Аллеи майские, подобны переходу, Души к житию, и спут небытия. Порой шальною чувствую свободу, Всем скрипом вопреки весною я. Деревья в тени чертят многомерность, На серых тропах грехмицы Москвы. И мыслью, и поступками инертность Преодолеть хочу под шум листвы. Вот, кажется, из пудней тротных вырос, В конце тоннеля выдох совершу. Но настроение опять уходит в минус, Печаль доверю лишь карандашу. А может, до весны все светлые ярбы Осталось уж не так-то много дней. Мечтания о ней придут подарки Зеленых, голенастых тополей. Внизу весны судьба и вдохновенье Для всех она поэтов-поэтесс. Есть родина стиха и песнопенья, Но как же от нее не ждать чудес? Аллеи мазки подобны переходу, Души к житью и спут небытия. Порой шагну, чувствую свободу, Всем стрельбом вопреки весною я. Порой шагну, чувствую свободу, Всем стрельбом вопреки весною я. Леночка сказала о том, Что в моем стихе о жизни, Ну я немножко как это объясню, Что у меня действительно нет стихов, Ну кроме того, что я прочла посвященное мужу, У меня цикл посвященный ему чисто о любви. Это немножечко любовь и философия, Гражданская и философия, Пейзажная и философия. Вот так вот на стыке. И духовная вера у меня есть, Сейчас я может быть длинного стихотворения читать не буду, Вот такого духовно-философского плана. Прочту несколько экзерсисов таких коротеньких. Все перепутала, когда я скажу. Другой мне попал из подруги, Но вот это потом, Сейчас другую прочту. Еще вот о поэзии, О поэтах о поэзии. Называется кредо. У каждого поэта оно есть, И есть такие программные стихи, У всех больших поэтов, Но я подумала, что у меня тоже будут программные. Стихи в известной степени игра, Но важно, сколько подлинны, В них более. И вот я репетирую с утра Назначенные кем-то ролем. Синьора. И у ног моих фасал покорный. Нет, не натурально. Я нищенка. Добавлю штрих. Подай мне ласки. Фальшь звучит фатально. Избиты фразы, И сравнения грубые. Но разве лгу? Нет. Жива ролью. По нитке дергаю С собственной судьбы Утраты опыт Пополамо с любовью. Как гамлет гибнет Подлинный актер, Но с каждым новым выходом Постреснет. Бывает не мудрящий стиха узор, А слышится в нем Подлинная песня. Не то корпишь Над быстрым словцом, Но зал тебе гнилые помидоры. Держись, парируй. Так шали лицом, Чтоб умерли от зависти Партнеры. Прости, ты режиссер, Сырую роль. Чуть что, не верю. Значит, братцы, Путь, трагик ты или комик, Шут, король, Играй как бог. Нет права притворяться. Давайте еще я о любви вам прочту, Но такое оно Более грустное. Немножечко про те ссоры, Неровности, которые бывают Каждой пары. Надеюсь, это всем знакомо, Но кому не знакомо, Немножко погрустит. Инопланетяне. Упреки, ссоры, Лед непонимания. Мужчина, женщина, Союзники, враги. Муж и жена старинное название, Равна постель, На кухне пироги. И чай, что часом горшится, Анида не льется, Колом в горле он встает. Сегодняшняя трещина, Обида вчерашняя, Какой уж тут полет. А было-то и сказано Немного в сердцах, А больше спрятано внутри. С жены на мужа Трудность в переводах. И где найти такие словари, Чтоб слово «да» Имело силу веры, И двести два значения С слова «нет»? Мужчины с Марса, Женщины с Венеры. Такое дело С разных мы планет. Браво, браво. Вот стихотворение, Оно такое Немножко философское И гражданское, И даже тут космос. Я припела, Участвовала с ним И с циклом Из четырех стихотворений Соискание литературной премии Премии имени антифашиста Мусы Джалиля. Такой был конкурс Патриотического стиха. А я решила написать Патриотический стих. Называется «Патриоты вселенной». Художник, Патриот вселенной, Пьет одуряющий коктейль, Избит ее С отравой пенной, Людская злость, Обид шрапнель. Через соломинку Жестокость он тянет, Равнодушие ложь, Кушать такой напиток Стойкость, Иначе и не назовешь. А если радость вдруг приходит, Бывает захлебнется ей К любви, надежде и свободе, Пролюнув душу пылкой всей. Друг, стань дворцом, Подобно Богу. И боль, и радость им даны. Явись ко звездному порогу Своей единственной страны, Планеты нашей, С обещанием не допустить ее коллапс. Ты свыше награжден страданием, Чтоб свет ее живой Не газ. Ведь подношение Господне Не оказалось через край. Его в искусство ты Сегодня и завтра Смело воплощай. Борись строкой и кистью, Нотой с напастями родной земли, И окружив ее заботой, Неси атланты, как несли. Ну, мы приближаемся, да? К финалу моего выступления. Вот уже час прошел. Нет, еще 15 минут. Почитаю вам новые стихи совсем. Вот на тему поэзии и музыка. Мы были с подругой недавно На концерте замечательном, Назывался Астропицола Вива. Астропицола, это сейчас очень Модный, знаменитый композитор. Он работал в жанре Аргентинского танго В прошлом веке, во второй половине. И очень много претерпел. Поскольку Аргентина родина танго, Там было много ревнителей Вот этого народного, настоящего танго. И его, поскольку у него Такая фантазийная была музыка, Очень смелая, очень новаторская. Его настоящие ревнители Порой избивали, преследовали, Угрожали семье. А был он музыкант. Но в конце жизни он съездил во Францию, Поучился еще немножечко. Создал свой квартет, Всего лишь квартет из четырех инструментов. Играл для горожан. А сейчас его музыку играют Лучшие оркестры мира. Борются за право, Играют музыку Астропицола. Его музыка называется сейчас Танго Нуэва. То есть новая танго. Вот такое стихотворение. Нуэва, значит, новость, новизна. Как высока у творчества цена. Но гений композитора и труд Источники пленительных минут. Вскрип клавиш, струи тонкие дождя. Буэнос-Айресом ночным, Возвращаясь я в мир радости И красок бытия. Невнятный день московский Освещен сиянием Блистательных имен. Тягучий бархатный запев Фиолончели подхватывают скрипки. Полетели. Забвение танго. Танго сверх свободы. В томительно волнующие воды Волшебной и запретней ширики. Нас погружает музыка. Плеки. Час долгожданный для большой любви Настал. Не рассуждай, не жди, живи. Сверканье туфель в геронах. Как флаг взметнулось с тела. Повседневность брак. Приемли открывающийся рай. Восторга, страсти, вызова, пылай. Запечатлей горящий поцелуй. На лиге ранней осени. Танцуй. Ну, вот говорят, что в музыкальном выступлении должна быть и стих, и песня, и танец. Но я, к сожалению, танцую плохо, но танцую в своих стихах. У меня про фламендо и стихи, и вот это про танго. Ну, закончу я, наверное, одним стихотворением и еще одной песней. Стихотворение называется «Персииды». В этом году был необыкновенно яркий звездопад. Его можно было наблюдать и невооруженным глазом, и в телескоп. Такого звездопада Агустовского не было. 17, я по-моему, 16 лет. Вот. И об этом стихотворении, которое называется... Называется такое явление «Персииды». Персииды, Персииды, в честь треневрического героя. Проблема первой строчки. Нет, не помню первую строгу. Тогда спою вам песню об августовском звездопаде. Песня Юрия Лориса, которая называется «Август». Не так закат горит, и ства не так густа, Как осень говорит, густом я густом. И нос от стаи птиц многоголосия, И небо смотрит вниз глазами осенней. И мы в тот день и час спустились с облака, На яблонь мы спас, вкусили яблока. И каждый повторял, как плоть твоя вкусна, И Бог нас потерял в объятиях густом. И были на земле такие сумерки, Мы поплавали во мгле, как будто умерли. А звезды в том году созрели неплохи, И падали в саду, как будто яблоки. И ты, крича, лови, лови, пожалуйста, Желания твои по власти августа. На яблонь мы спас, что не попросим мы. Господь глядит на нас глазами осенней. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Я смотрю песни сегодня даже чуть-чуть лучше идут, чем стихи. Тогда заключите на песню. Как раз у нас осталось пять минут до перерыва. Да, Леночка? Еще сколько? Еще, по-моему, сколько помогло. Может быть, я персеиды смогу найти сейчас. Вот духовная вера, то, что я потеряла, Вот я сейчас нашла. Нашла короткие такие вот отрывочки. О главных российских ценностях в духовных надеждах, Вера, Любовь и мать их София. Надежда, вера и любовь, то наш надежный якорь. А София, философия, их царственная Матерь, Чтоб у сестер собрать святую мзду, И от мудрости от логоса иду. Искатель Бога, ты на правильном пути. Не хватит целой жизни обрести. Кто лег, обрел, тот и лгал. Пусть ненароком, путь этот вечный недолет До встречи с Богом. Бесконечность манит, мир Господень нетлен, Звезды смотрят с орбит, Вечность смерти взамен. Родника-путник, вечное единство, Оказывает он гостеприимство, А люди, те к нему дарят дороги, Чтоб напоить сумел он многих. Последнее четверостишее, О творчестве в том числе, Потому что в какой-то мере Пишущий человек, он и путник, И тот родник, которому дарят дороги, И вот читатели, слушатели. Большое спасибо, такой зал прекрасный, Сегодня так хорошо слушают, Мне очень легко. Я уже устала, сейчас я спою песни, Если будет еще сила, Я что-нибудь прочту. Пиши-то.